Всем привет! Сегодня мама ушла на работу и дала задачу сделать сюда, как она называется? Края, скажу просто, дверные края. С этими ремонтами уже все названия вылетали, что знал, что выучил, что-то забыл. В процессе, как мы будем делать, мы еще хотим погривить с Евой, потому что мы сегодня остались без ужина. Время пол пятого, пол шестого. Мама на работе у нас до восьми. Кушать-то хочется, да? Еще пришла нам посылка, вот Ева открывает. Посылка от подписчицы пришла. Давай рассмотрим, что внутри. Ничего себе! Ничего себе! Конечно, милашка. С фоткой маме отправь, покажи. Дождь не проводят такие. Ну что, надо тоже... Я не знаю, я хочу открыть. Блин, мы бы тоже что-нибудь отправили, но у нас правда нечего, да, Ева? Ага. Так, подписчица. Имя сказала не называть. Спасибо большое. Назадо подписчица. Да. Ты настоящий друг. Ну что, пойдемте посмотрим, как гриль наш, как говорится, перезимовал. Правда, мы один раз когда-то тут грилили же уже по зиме. Не помню, месяца два назад, наверное. Так, Шарота, смотри, только не убегай, а то я тебя знаю. Вроде бы около дома, около дома. Елочка, если ты на улицу, оденься, потому что прохладненько. Хотя бы обувь одень. Все равно солнышко срыкнулось, срыкнулось, прохладненько стало. Сгнил, не сгнил наш гриль. Конечно, не сгнил. Там спрашивали толщину металла этого гриля. Ну какая тут толщина? Блин, ну миллиметра нету. 0,5, наверное, может 0,7, я не знаю. Труба, да, вот потолще. Ну это труба. Так, сам он тоненький. Ну вот. Главное, не лениться его чистить после каждой. Ну, подприготовил, как говорится. Потом почистить. Вот я не почистил, вот что получилось. Ну, не заплесневел, ничего. Сейчас прожгем его. Ну вот это заржавело нижнее, видите, ржавчина. Ну вот так помыть, почистить будет нормально. Поехали. Сейчас поставим его тут. Натки-боки, моки-моки. Блин, здесь так тепло, ну вот это нам надо сейчас сделать, красиво, закрыть. Я хотел вообще просто прямиком вот так доски сделать, чтобы ничего не было. А Ольга захотела, говорит, хочу, чтобы вот, ну, чуть-чуть полосочки были беленькие. Сейчас сделаем деревянные уголки, все это сюда прикрутим, а потом уже покрасим в белый. Красивенько. Ну, так вот. Мяско, чуть-чуть колбаски. Дочка, молодец, говорю, красавец. Гриль, гриль. Пока папа работает. Но, хорошо, что слышишь, я с ней ничего не говорю. Так, вот. Такие, ух ты, бляхо, ух. Вот такие у меня уголки. Я тут. Ну, вот так будет там закрываться, и здесь будет уголком. Вот так вот. Ты пробовал что-нибудь? У-у-у. А что не пробовал, бери и пробуй. У меня жевачка. Сейчас выкину. Угу. Да вон, положи вот здесь, я потом выкину. Вон на эту. Вон, вон, дальше, дальше иди к этому. Вот, вот в эту, да. Нифига себе у тебя жевачки. Это куба-буба. А что, сколько у тебя их там? Одна. Одна? Сосиски с сыром. Вкусно? С сыром горячая. А, много. Ничего себе не выживала. Вот ответ про этот гриль. Про угольный гриль. Год. В том году, летом очень много мы грилили на нем, кстати. И это очень. Зиму мы доставали его один раз, это вот пару месяцев назад мы грилили. И так вот он простоял все на улице, но под чехлом. Ползим и без чехла, а ползим и под чехлом. Ну что, нормально. И улетел еще один раз. Я думаю, если, конечно, чистить его конкретно, ухаживать за ним там после каждого приготовления пищи. Ну мы-то не ухаживаем, да? Не, ну мы мыли его, да, потому что жир все равно скапливается. Короче, я думаю, нормально. На пару лет еще, думаю, на этот год точно хватит. На следующий уже точно не знаю. Ну я думаю, тоже хватит. Ну, а зачем не хватит? На, бери сама. Вкусно, да, кушать на улице? Кушать на улице. Кушать на улице. Кушать на улице. Сейчас улетела такая в снег. Лопата эта. У Ольги в инстаграме видели, наверное, да, да, как мы эту лопату сломали? Всё, не получилось у нас сделать сегодня ремонт. Да? Ничего страшного. Ева захотелось покупаться в бассейне, и мы решили съездить в бассейн покупаться. Ну всё, готово, всё прибил. Осталось только покрасить, там где швы, вон щельки небольшие остались тоже их. Сейчас заделаем, чтобы вообще всё было чики-пуки. Вот так. Всё, беленько, красиво, никому ничего не мешает. Покрасил на два раза, краска, ну, здесь как в парнике, очень тепло, жарко, засыхает сразу же, даже красу она уже сохла. Следующий день, приезжали вчера гости. Ой, насиделись, да, насиделись, наелись. Гости приехали, нам навезли столько мясного всего, что у нас ещё упаковок сколько осталось. А мы утром проснулись, чтобы ничего не готовить, решили, как говорится, нам мясо навезли, почему бы и нет. О, здесь ведь это сильный. Погода провоцирует. Да, мы вот, ой, я кукарёв. Что погода провоцирует? Провоцирует, вот пожарить. Ну, все ждали, плакались, да, когда весна, там всё, вот оно, весна пришло. У нас лето, на улице тепло, солнце, а вокруг себя снег, это как этих, да, в этих, в горах, и тепло, и солнце, вот так же и у нас сейчас. Думали, то, что на лыжи сегодня съездить покататься. А потом поняли, что лень. Хочется вообще, вот, просто дам, ничего не делать. Вот что я наличники сделал, вот Ольга сказала, молодец, оценила, да, Ольга? Вообще, мне понравилось, классно, прикольно, как эта вот идея получилась. Что не прямая, да, набор, ей наоборот понравилось, да, что не прямой доской, вот так сделал. Да, да, мне очень понравилось, вообще прикольно, ещё здесь покрасить надо. А я, видишь, наоборот, говорил, что думал, ты хочешь широкий, ну ты же говорила сначала, широкий надо. Нет, я сказала, что, ну, что-то вот напрашивается, чуть-чуть какую-то более, вот, кантик может быть, и вроде бы и сильно широкий не хотелось, а что-то надо было, и просто вот это идеально. Короче, старая развалюха, как говорится, старый дом потихонечку превращается, да, в дом мечты, в корабль любви, как мы говорили, да. Ладно, давай, Ольга, включаем шансончик и начинаем. Вообще, на колонны желудок плохо думать, надо сейчас поесть и точно что-нибудь родиться. Приготовилось мяско, и суши, да, сейчас суши поем. Мы сейчас сходили с Ольгой в магазин, и первый раз в Финляндии мы увидели квас, Ева. Квас, кваси, вон по-русски написано квас. Дегустируем квасок, материн Финляндия, блин. Блин. Дороги у нас ужасные, сейчас пойдем гулять, покажем, что у нас, как тут мы ездим. Первый раз вообще, вот сколько лет живем, да? Снежно, потому что выпало, и тракторов сразу нет, вот, о, дороги чистят, все, да, конечно. Ну что, сейчас я скажу, я, как бы, квас вообще понимаю. Разбираешься, да, такой спец, чего? Воняет. Пахнет. Хлебушком? Хлебом-хлебом, он в Нью-Йорке прям, да. Ну я говорю, я открою. Крути трясутся, как алкоголик. Я квас вообще не люблю, но бывает такой какой-то вот сладенький, еще чуть-чуть его можно выпить. Ну ладно, все, квас попили, пойдем покажем, как дороги чистят. Вот как мы катаемся, смотри. О, чистят, дороги, все. У нас какая улица. А свадьба у попался. О, смотри, смотри. Смотри, какие-то крындецы, мягкие свадьбы. Завтра идем на работу, валить деревья. Вот, нашел для камеры крепеж. Так что поедем вместе и поработаем. Но это уже в следующем видео, да? А так, Ольга, все, наверное? Да. Да, все. Ладно, все, всем пока, всем хорошего настроения, здоровья. И еще чуть-чуть. Пока-пока. Звезды в сиянии ночном Срываются с неба и падают вниз Заряда горает осколками снов И юность уходит Не скажешь, вернись Прошу тебя оставить